Запись. Да, пожалуйста. С днём вечером, Ваше Восифовое Просвященство, дорогие отцы, матушки, братья и сестры. Сегодня у нас тема нашей конференции – это Старец Амросий Оптинский. Как на представлении есть, что «Мир душевный, имей, а терпеть, терпи, и за себя, и за других. Терпение, по слову святого Григория Синаида, бы буря, тишина». Преподобный Амросий Оптинский. Особое место среди оптинских старцев занимает преподобный Амросий, Старец Амросий, как его называли в народе. Слава его была очень велика. Текла самотёком из уст куста, без шума, но с любовью. Знали, что если в жизни недоумение, запутанность, горе, надо идти к отцу Амросию. Он всё разберёт, утишит и утешит. Так раздавал он себя, не меряя и не считая. Будущий Старец родился 23 ноября по новой стерею 6 декабря 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии. В семье Михаила Фёдоровича и Марфы Николаевны Ренковых. Его отец был панамарём, одет священником храма Престой Троицы в Большой Липовице. Накануне рождения младенца в доме было много гостей, собравшихся на праздник благоверно-великая книга отец Александра Невского, память которого празднуется 23 ноября или 6 декабря по новому стилю. Старец впоследствии шутил «Как на людях я родился, так и на людях я живу». Родившихся младенцем налегли в честь празднования святого Александра Невского. Воспитывался он в обстановке строгого благочестия. С раннего детства отец брал его храм на службу, учению и учению по слоянскому букварю, часослову и псалтире. Когда Саша подрос, он стал вместе с отцом петь и читать на киросе. Когда Александру исполнилось 12 лет, его отдали в первый класс Тамбовского духовного училища. Учеба далась ему легко. И в 1830 году в числе лучших он закончил училище и поступил в Тамбовскую духовную семинарию. И здесь он проявил незрядные способности. Его товарищ по семинарии воспоминал. Тут бывало на последние деньги купить свечку. Твердишь, твердишь, заданные уроки. А он, Саша Горенков, занимался мало. А придет класс, станет настальнику отвечать точно по-написанному лучше всех. Сто ученики любили Александра за его легкий, живой, веселый нрав. И он был всегда, как называется, душой компании. Высота духа и сила любви – бескорисная помощь людскому горю и страданию, и основа жизни старца Амросия. В некоторое время Александр Михайлович в монастырь даже не думал никогда идти. Причем другие, как он сам говорит, не зная почему-то, предсказали мне, что я буду в монастыре. Но промыс Божий незаметно подвигал его на признанченный путь. В последнем курсе семинара Александра тяжело заболел. Болезнь была его опасна. Вот как рассказал об этом старец, сам старец, надежды на выздоровление было очень мало. Почти все отчаялись в моем таком выздоровлении. Мало надеялся на него и я сам. Послали за духовником, он долго не ехал. Я сказал, прощай Божий свет. И тут даже обещание Господу, что если он меня воздвигнет здравым от удара болезни, то я не пристану, пойду в монастырь. Болезнь прошла, юноша не забыл своего обета, но несколько лет откладывая его исполнение. Некоторое время Александр Михайлович был домашним учителем помещичьей семьи. Когда он ближе узнал людей, что расширило его жизненный опыт и пригодилось в дальнейшем. Когда пригодилось разбираться в бесчисленные житейские ситуации и давать советы. 7 марта 1838 года Александр Михайлович Гринков был утвержден в должности учителя первого класса Липецкого духовного училища. Наставники жили при училище и здании, расположенном во дворе. У Александра Михайловича был довольно широкий круг знакомых. Сам старец впоследствии признавался, что подумал тогда даже поступать на военную службу. Дальнейшим старец так вспоминал об этом времени между окончанием семинара и поступлением в монастырь. После выздоровления я целых 4 года сержался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых, не оставляя своей самоохотливости. Бывало, думаешь про себя, но вот тут не буду молчать, не буду рассеиваться. А тут глядишь, зовет кто-нибудь себе. Но, разумеется, не выдержу, увлекусь разговорами. Но придешь домой, на душе неспокойно, и думаешь, ну теперь все, кончено навсегда. Совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости, и опять наболтаешь. И вот так я мучился целых 4 года. Стремление к сосредоточенной внутренней жизни со временем становилось все сильнее. Я не мог забыть данный обет Богу. В ночное время, когда все уже спали, молодой человек становился перед Тамбовской иконой Божьей Матери, родительским благословением, и долго, незримо, неслышно для людей обращался к Богу Матери, Богородице, с молитвой об устроении его жизни. Сосужицы заметили эти ночные молитвы, стали насмехаться и подшучивать над усердием своего товарища. Но он не убежался, терпел их нападки, уходил на чердак, чтобы скрыться от людей, а потом стал удаляться за город, где никто не мешал ему всем сердцем ворчаться к Богу. Однажды, гуляя в лесу вдоль ручья, Александр Михайлович ясственно расслышал его жучание слова «Хвалите Бога, любите Бога». Вот этот случай также стал для него знамением, призывающим целиком посетить себя Богу. И все же Александр Михайлович в столь важном деле, как выбор жизненного пути, решил получить благословение духовного опытного молитвенника в Тоборской епархии, в селе Торевкурово, проживавший известное время подвижник Иларион. К нему и решил он отправиться за советом. Вот Александр Михайлович скоро представился удобный случай, закончился учебный год, впереди были каникулы. И вот два молодых наставника, Александр Михайлович и его друг Павел Степанович Покровский, поехали в гости к родителям Павла Степановича в село Санского-Лебедянского уезда в 30 верстах от Торевкурово. В доме у друга Александра Михайловича нашелся разумный, радушный прием, немного отдохнул товарищ и решили совершить прогулку по Торевкурованию пешком. Их с любовью встретил отец Иларион, дал каждому благословение и совет. Александр Михайлович сказал, иди в Оптину пустынь и будешь опытен. Можешь пойти и в Саров, но там уже нет теперь никаких таких опытных старцев. Как прежде, преподавал Серафим незадолго перед этим скончался и прибавил знаменитые слова, да там нужен. И вот уже по приезде в монастырь в воскресенье 8 октября 1839 года Александр Михайлович Гренков подъезжал к Оптиной пустыне. Вот уже среди густой зелени показались белые стены, синие, со звездами главы и золотые кресты и убители. Шла поздняя литургия, когда он прибыл на место. Александр Михайлович сразу поспешил в церковь, а после литургии к старцу Леониду, чтобы получить разрешение остаться в монастыре. Старец благословили жить в первое время в гостинице, а затем он отправился к игумену отцу Моисею, получив его благословение и стал устраиваться в новом месте. Ему отвели небольшую комнату во флигеле во дворе монастыря Урод. В ноябре 1840 года послушника Александра перевели в предсеченский скид, где он прожил около 50 лет. Переход в предсеченский скид совершился тоже по благословению старцев Леонида и Макарии, которые сошли, что молодому послушнику полезно будет жить в более безмонном месте. Послушник Александр год пробыл помощником повара на кухне, а потом был назначен главным поваром в скидке. Он продолжал посещать старца Леонида в монастыре, рядом был и старец Макарий, к нему Александр часто обращался за советом по разным вопросам. В скидке царила благодатная для новоначального инокобстановка. Уклад жизни, общение с братьями, уставные строгие богослужения, посещение старцев – все способствовало самоугублению, сосредоточенности, постепенному преустройству души на новый лад. Здоровье отца Амросия со временем сильно пошатнулось. Когда он ездил на Иерейскую Керитонию в Икалугу, то прослудился и долго болел, получил осложнение на внутренние органы. С тех пор он уже не мог по-настоящему поправиться от болезней. Но подвижник никогда не унывал и признавался, что телесная немощь благотворно действует на его душу. Монаху полезно болеть, любил повторять старец Амросия. И другим в его утешении говорил, Бог не требует от больного подвигов телесных, а только от терпения, со смирением и благодарения. В начале сентября 1846 года отец Амросия вновь заболел и так серьезно, что даже уже на неделе на его выздоровлении он был колено пострижен в схему с сохранением именем Амросия. Эта тяжелая болезнь продолжалась более года и имела очень большое значение для внутренней и духовной жизни отца Амросия. Чувствуя крайнюю слабость и потеряв надежду на улучшение здоровья, он в декабре 1847 года подал прошение об оставлении его в обители за штатом. На основании заключения уездного врача Камусское прихиальное начальство признало и романах Амросия не способным никаким монастырским послушанием и постановило исключить его из штата братья Ортиной пустыни, поставив его на пропитание и презрение обители. В это время отцу Амросии было всего-навсего только 36 лет. Старец Макарий воспитывал строгого подвижника, украшенного смирением, терпением и другими иночистскими добродетелями. Он, как в свое время и с Леонид, нередко подвигал отца Амросия унижениям и оскорблениям. Когда за отцом Амросии пытались заступиться свидетелей этих воспитательных мер, батюшка, он человек больной, старец отвечал, а я разве хуже тебя знаю? Но ведь выговоры в замечании монаху – это щёточки, которыми стирается греховная пыль с его души. Без сего монах ржавеет. За всем этим была огромная любовь старца к своему подопечному. Проявлялась она и в вещественных утешениях, иногда маленьких, но согревающих, поддерживающих в нелёгком иночистском житии. «Иду однажды по скиту, рассказывал сам отец Амросия, вдруг мне навстречу батюшка. Где-то он взял крошечную баночку варенья, мышиною немоли вершка, и, подавая мне, её говорит, «Нока, нако тебе для усложжения гортаней от горести, ей уже и сопротивных напои». Под руководством старца Макари отец Амросий смог без особых преткновений обучиться искусству из искусств умной молитвы. «Любить ближних так, чтобы желать им всякого счастья, было жизнью и дыханием отца Амросия. В этом потоке любви была такая сила, что она чувствовалась без слов, без действий. К отцу Амросию довольно было подойти, чтобы почувствовать, как сильно он любит, каким образом возникали такие отношения, это тайна старца». Амросий Оптинский, как умел, служил людям своими сокровищами. Обличающей его сокровища была любовь, мудрость, прозорливость, которыми полны были его советы и высказывания. Такие люди, как он, не могут относиться с презрением ни к чему, что уходит в жизнь их ближних. Еще при жизни старца Макария, всего благословения, некоторые из братьев приходили к отцу Амросию для исповеди и за советом. Вот как об этом рассказывает игумен Марк, окончивший жизнь на покое в Оптинской. «Сколько мог я заметить, отец Амросий жил в это время в полном безмолвии. Ходил я к нему ежедневно для откровения помыслов и почти всегда заставал его защищением от отеческих книг. Если же я не заставил его Келли, то это означало, что он находится у старца Макария, которому помогал с корреспонденцией и духовными чадами или трудился с переводом святоотеческих книг. Иногда же заставал его на кровати со сдержанными, едва приметными слезами. Мне казалось, что старец всегда ходил пред Богом или как бы всегда ощущал присутствие Божие по слову псалмопевца. «Предзрех Господа предо мною вынул» – Псалом 15 глава. А потому все, что не делал, старался творить ради Господа и ему в угодность. Поэтому он всегда советовал, боясь, чем-то не оскорбить Господа, что отражалось на его лице. Видя такую сосредоточенность у своего старца, я в его присутствии всегда был в трепетном благоговении, да иначе и нельзя было быть. Внешняя сторона жизни старца Амросия была самая скромная. В келе его было только необходимое. В переднем углу несколько икон. Около двери висела ляса и подрядник с мантией. Кровать с холщевым набитым соломой, тюфяком и такой же подушкой. Вот все, что было у братства, представится, были и два келейника – отец Михаил и отец Иосиф Литовкин, будущий старец. Главным письмоводителем был отец Климент, сын протестантского пастора, предшедший его православие, высокообразованный был человек. На молитву отец Амросий вставал в четыре утра. Звонком вызывал келейников. Они прочитывали правила, после чего старец оставался один, совершая Иисусову молитву. После краткого отдыха читали с часы, третий, шестой, с изобразительными, и смотря по дню канон с экафистом Спасителя или Божьей Матери. Эти акафисты старец выслушал истоя. После молитвы и легкого завтрака начинался трудовой день с небольшим перерывом в обеденное время. Ест старец крайне мало. Даже во время обеда келейники продолжали задавать ему вопросы по просьбе посетителей. После некоторого отдыха напряженный труд возобновлялся. И так до глубокого вечера. Трудно представить себе, как он мог, будучи постоянно болен, в полном изнеможении сил принимать ежедневно толпу людей и отвечать на десятки писем. Во всех словах и действиях отца Моросия проявлялось глубокое смирение. Из него и рождалась та удивительная любовь, которая разбирала плохих и хороших. В каждом человеке видел он образ Божий. Любого старца не было в отношении к кому-то. Это было состояние, в котором он жил. Ему было свойственно постоянное сердечное сокрушение, как о своих собственных грехах, так и о грехах своих ближних. О его исповеди рассказывал и романах Платон, бывший одно время духовником отца Моросия. Как назидательна была исповедь старца, какое смирение и сокрушение сердечное высказывал он о грехах своих. Да и о каких грехах? О таких, которые мы даже и за грехи не считаем. Посмотрю, посмотрю на плачевку старца, да и сам заплачу. Как-то старец сказал, прожил я в монастыре 40 лет и не нажил 40 лет. Истину чужие крыши покрывал, а своя раскрыта стоит. И мне уже доходит 67-й год. В своих письмах к разным лицам отец Моросия часто просил помолиться о нем, глаголющим и нетворящим. Он никогда и не помышлял о себе, как о достигшем каких-либо духовных высот. Еще высказано было старца Амросия, где просто там ангелов со 100, а где мудрено, там нет ни одного. Еще жить не тужить, никого не осуждать, никого не досаждать. Во всем мое пощадание. Во всем мое пощадание. Среди духовных благодатных дарований отца Моросия, привлекающих к нему, тысячи людей следует в перечень упомянуть и прозорливость старца. Легким и никому незаметным намеком он указывал людям их слабости и заставляя их серьезно задуматься. Одна дама, часто бывавшая у отца Моросия, сильно пристрастились к игре в карты и стесняясь сознаться ему в этом. Однажды на общем приеме она стала просить у старца карточку, фотографию. Старец внимательно своим особенным пристальным взглядом посмотрел на нее и сказал, «Что ты, мать, разве мы в пастыре играем карточки?» Она поняла намек и покаявшись старцу в своей слабости. Прозорливость старца Моросия сочеталась с другим ценнейшим даром, особенно для пастыря – рассудительностью. Старец часто делал наставления и пошутливать в такой форме, но глубокий смысл его речей нисколько от этого не умолялся. Люди невольно задумывались над образными выражениями отца Моросия и надолго запоминали данный урок. Часто на общих приемах слышался вопрос, «Как жить?» Старец благодушно отвечал, «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, чуть одной точкой касается земли, а остальным стремится вверх. А мы как заляжем, так и встать не можем». Кончина преподаванного старца. Именно в Шамардино суждено было старцу Амросию встретить час своей кончины. Он неоднократно пытался вернуться в Лоптину, но это было невозможно из-за усилившейся болезни. Он уже предчувствовал, что приближается расставание со земной жизнью. На Страстной неделе 1891 года одна близкая духовная дочь отца Моросия привезла ему образ Спасителя в отерновом венце, приобретенный по его указанию. Батюшка с великой радостью принял икону и сказал, «На что же лучше этого отернового венца?» И поцеловал образ, затем прибавив, «Хорошо быть у Христа Спасителя, но еще много лучше – пострадать за Него на этом кресте». В сентябре болезнь усиливалась, так что отец Моросия потерял и слух, и голос. Начались его предсмертные страдания, столь тяжелые, что подобных им, как признавался сам старец, он во всю жизнь не испытывал. 21 октября его соборовали и на следующий день причастили. Этой ночью одна из близких учениц старца несколько раз ходила вместе с другой монахиней в комнату батюшки посмотреть на больного из обеих, и их обеих поразило необыкновенное светлое выражение его лица. Глаза были пристально устремлены вдаль. Он как будто бы беседовал с кем-то невидимым, узнал о крайней тяжести состояния старца Амросия в Шамардино, приехал на стоятие в обственной пустыне Архимандрид Исаакий на следующий день, то есть 23 октября 1891 года, в половине двенадцатого старец три раза вздохнул и с трудом перекрестившись, скончался. Сразу после кончины отца Амросия начали совершаться чудеса. По молитвам к нему старец, как и при жизни, исцелял, наставлял, посылал утешение. Часовная над его могилой стала местом паломничества со всех концов России. Современник старца писал, «Тут в оптиной было сердце, вмещающее всех. Тут были свет, теплота, радость, утешение, помощь, уравновешение ума и сердца. Тут была благодать от Христа. Тут была любовь всех вмещающая. Тут был старец Амросий». Спасибо, Господи, вас всех. Простите за ошибки. Отец Георгий, благодарим вас за рассказ о великом старце преподанном Амросии Оптинском. Конечно, есть в книгах, советуем всем почитать, очень много примеров его окормления духовных чад, очень много примеров его прозорливости, необыкновенной любви к Богу и людям. Ему много раз являлась пристая Богородица, особенно, как старец Амросий говорил, во время пения честнейшую Херувим, когда вычитывали, служили у него в келье богослужения. Старец вставал и во время этой молитвы весь был в слезах, потому что, как он говорил, «Матерь Божия привела, нас навестила». Правильно вы сказали, что особенно он любил как прибаутками, так вроде как шутками, но он на самом деле говорил серьезные вещи. Где-то обличал кого-то, вразумлял, предсказывал что-то. Помнится, читал был случай, один монах с большой зубной болью пришел к старцу Амросию попросить молитвы, исцеления. Старец Амросий рядом проходил, там еще несколько монахов стояли. Потом с разворота зарядил в челюсть ему и спрашивает, «Ловко?» «Ловко, батюшка, больно слишком?» «Ничего, дальше пошел». А этот монах потом почувствовал, что прошла зубная боль. Потом одна женщина, молодая, поехала, по-моему, мама ее пригласила, вместе поехали. И эта женщина говорит, «Ну что на него смотреть?» Он говорит, «Лицемер». Ну и случилось так, что она как-то оказалась за дверью. Старец, когда дверь приоткрыл, ее там увидел и говорит, «А, это Вера, пришла смотреть на лицемера». И тоже ее, ну назвал ее по имени, хотя первый раз видит, и обличил ее в этих мыслях. И знаете, и все делалось такой любовью. Некоторые люди приходили к нему попросить молитву об исцелении от болезней, недугов. Но, когда видели, что несет сам старец, и с каким благодушием несет это, с какой любовью, то, конечно, один вид старца он уже во многом вразумлял. В был случае, одна женщина по имени Елена пришла исповедоваться. Старец лежал на своей кроватке, и, как всегда, он принимал исповедь, на боку лежал, принимал исповедь, вразумлял. Но увидел старец, что она не совсем имеет покаяние большое. И вот он встал со своего места, встал в центре кельи, поднял руки к горе, а эта женщина, стоя на коленях, так обратилась к нему, посмотрела на него и увидела, что такое видение, дверь перекрытия кельи как бы раскрылась, и старец весь прилетился в огненный столб. Какое-то время он так молился, потом опустил руки, видение прекратилось, и он ей говорит, вот, посмотри, что может покаяние. Ну и потом, конечно же, попросил, чтобы она об этом никому не говорила, пока он живой. Вот сейчас отец Георгий сказал, что перед смертью старец испытывал очень большие мучения. Так тяжело было, страдания такие испытывал. Отчасти это было Богом попущено, потому что при жизни еще его все называли святым. Он имел такую большую славу. А молился Бог, чтобы Господь его помиловал, чтобы не было числавных мыслей, чтобы остаться, сохраниться во смирении. Особо старец сам в России почитал Пресвятую Богородицу, как было сказано, тамбовский образ Божьей Матери был у него келейным. Это родительское благословение. Вот. И старец сам умел молиться, и других учил молиться Пресвятую Богородицу. Также старец овладел даром молитвы Иисусовой и всех поучал. Помогал с переводами. Старец Макарий, он создал целую школу переводчиков. И в числе других переводами занимался и старец Абрусиоптинский. А переводили они на русский язык творения отцов-аскетов. Отчасти еще те, которые были переведены с разных языков на церковно-славянский, преподобным Паисием Величковским. А мы знаем, что Паисий Величковский это родоначальник и оптинских, и саровских старцев. Так что старца Абрусиоптинского называют столпом оптинского духа. Потому что его воспитывал сначала старец Лев Оптинский, а затем, как он выразился старцу Макарию, говорит, «Я из полы в полу, передаю тебе его, владе его, как сам знаешь». И старец Макари дальнейшее воспитание взял на себя старца Абруси. И буквально, когда было, по-моему, лет 37 старцу Абруси, он уже стал старчествовать. И вообще, из всех известных святых у старца Абруси наиболее короткий путь к святости. Примерно около 10 лет провел всего лишь он в монастыре, и достиг такого великого состояния. Задаются вопросы многие, почему так. Ну, вот ответ, что монастырь сам был благоустроенный, что наставники были святые люди, и качество души послушника Александра тоже способствовали. С одной стороны, он был человеком веселым и общительным, с другой стороны, очень кротким, смиренным, послушным. И вот эти советы старцев оптинских о том, что принимает все со смирением и самоукорением, он исполнял на деле. я помнится и пришел к вере, собственно, от книг про старца сначала Льва, потом про старца Амросия прочитал. Про старца Амросия сначала заметки какие-то попадались, а потом мне моя наставница привезла из Оптиной пустыни книгу про старца Амросия. Я ее сразу прочитал, и потом еще раз пять прочитал, очень понравилось, очень захотелся Оптину посетить. Потом только удалось, когда уже стал работать, то поехал, посетил Оптину пустынь и, конечно, получил веро и утешение. Кто не читал книгу о старце Амросия, очень советую прочитать. И утешается душа, когда мы читаем о его жизни и деятельности, и его смиренных, любвеобильных советах. Вот. Так что есть такое пожелание. Прочитайте еще. И замечательное приложение подсказал нам отец Сергий Григорович. Я уже установил себе святые. Я, может быть, ссылочку сброшу на нашим отцам благочинам и в дальнейшем тоже. Там есть и старец Абросии, его книги по учению тоже очень полезно. Ну, на этом все, дорогие отцы. Всех благодарю за внимание. Спасибо, Господи, Владыка. Благодарю. Спасибо, Господи,